Девочка-пай Пансионату Ариран, символу дружбы Кореи и Узбекистана, исполнилось 10 лет. В доме престарелых Ариран по состоянию на конец января 2021 года проживают 26 корейцев, в том числе 5 мужчин и 21 женщин. Их средний возраст составляет 86,27 лет. Основной для создания дома престарелых Ариран послужило межправительственное соглашение, заключенное в 2006 году. Ариран был создан для проживания одиноких этнических корейцев, которые в 1937 году подверглись насильственному переселению в Среднюю Азию. Правительством Узбекистана была выделена земля и здание для пансионата, а все расходы, связанные с реконструкцией зданий и администрацией пансионата, предоставило правительство Республики Кореи. Это церемония открытия, которая состоялась 26 марта 2010 года. Церемонию открытия посетили множество официальных лиц из правительств двух стран, выдающиеся представителям местного и корейского общества, и поздравили пансионат Ариран с его знаменательным днем. Узбекистан Радость на лицах пожилых людей, которые собрались на прогулку. Но сегодня эти бабушки и дедушки особенно счастливы, ведь на прогулку они поедут на автобусе, который был подарен в апреле 2019 года в честь визита в пансионат Ариран супруг двух президентов. Первые леди двух государств посетили дом престарелых Ариран, чтобы поддержать представителей старшего поколения. Первые леди пожелали постояльцам дома престарелых крепкого здоровья и лично посетили комнату маломобильных старших, проявив теплоту и заботу. Визит двух первых леди говорит о том, что дом престарелых Ариран в течение 10 лет всегда находился в центре внимания представителей двух стран, благодаря чему успешно функционирует по сей день. Ариран 요양원 Ариран 요양원은 세계적으로 비슷한 유래를 찾기 힘든 아주 드문 시설입니다. 한국과 우즈베키스탄이 잘 모셔야 되는 어르신들이 계시는 시설이고, 또 어른을 공경하고 봉양하는 우리 두 나라의 닮은 문화를 대표적으로 보여주고 있는 시설입니다. 정부로서도 우즈베키스탄 정부와 협력해가지고 앞으로 더 많이 봉사하고 지원할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. За это время пансионат Ариран стал родным домом для представителей старшего поколения узбекистанских корейцев, которые оказались без помощи родных и близких. Несмотря на столь почтенный возраст, наши ветераны активны и жизнерадостны благодаря образцовым условиям их проживания и обслуживания. В этом убедились даже первые леди Узбекистана и Южной Кореи, посетив пансионат Ариран в апреле 2019 года. Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, удачи и благополучия. Жизнь в доме престарелых Ариран всегда бьет ключом. Постояльцы наслаждаются вкусной едой и благодарны за политику руководства, которое ставит заботу о здоровье на первое место. А еще здесь раз в месяц накрывается праздничный стол для именинников и имеются различные программы занятий, направленные на улучшение памяти и предотвращение деменции. Узбекистан 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 Узбекистан, я хочу поблагодарить правительство Кореи, правительство Узбекистана за большое внимание, которое они оказывают этому пансионату. Спасибо большое от имени всего нашего коллектива. Дом престарелых Ариран – это наиболее символичное учреждение социального обеспечения, соединяющее Корею и Узбекистан. Поэтому десятилетие пансионата Ариран – столь же значительное событие как для народа Кореи, так и для узбекистанцев. Самый прекрасный дом на свете – это пансионат Ариран в Узбекистане. Хотелось бы поблагодарить всех вас за проявленный интерес и успешную работу дома престарелых в течение 10 лет. Спасибо большое! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова